Привет, моделисты! Сегодня хочу предоставить вам обозрение автомобиль ГАЗ-53А от производителя НашАвтопром. Хочу сразу сказать о недостатках. У автомобиля ГАЗ-53 у него отсутствуют изначально зеркала заднего вида. Но дополнительно можете приобрести и на разных сайтах заказать отдельно фотоотравление для данной модели. Машинка выполнена неплохо, конечно, но опять же много пластика. Даже если сравнивать с нашими КАМАЗами от ELECON, у них рама металлическая, кабина металлическая. А в ценовом сегменте примерно они одинаковые. Ну, достаточно детализированно сделана модель. Судя по решетке радиатора, это, наверное, какой-то ранний ГАЗ-53А. Производила Горьковский автозавод по лицензии Форда, американской компании. Машины достаточно хорошие были в советское время. Я помню, у нас в колхозах их было очень много. Были и ГАЗ-52, но они тихоходные машины были. Вот ГАЗ-53, он поскоростнее. И я помню, у ГАЗ-52 была такая особенность воя. То ли заднего моста, то ли коробки. Он когда едет, у него звук такой воющий. А вот у ГАЗ-53 уже этой проблемы не было. Хотя вот мы все узнавали и ГАЗ-51, и ГАЗ-52. По звуку, по этому воющему звуку. Может быть, кто-то из вас помнит. Опять же, вот вернемся к модели. Модель достаточно-таки так копийно сделана, детализирована. Но вот минус у ней нет задних зеркал. Зеркал заднего вида. Опять же, что можно сказать о ней? Ну, в ценовом диапазоне, конечно, по цене. Мне кажется, ценник у них завышен. Вот масса от наш автопрома куда сделан лучше, чем вот ГАЗ-53. ГАЗ-52 я смотрел в магазинах. Они из модели ГАЗ практически все без зеркал идут. Ну, вот если кому было интересно, вот вам предоставил автомобиль, модель автомобиля. Посмотреть вблизи, поделиться своим мнением. Особо-то мне добавить нечего. Все, наверное, уже купили, все знаете, что и как. Вот у меня есть такой автомобиль. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.